Дорогой зритель, сейчас перед тобой предстанет шоу коротких фильмов «Главный герой». И если тебе нет 18 лет, то съебаться нахуй. Давай выключай краны и шуру отсюда. Но если тебе есть 18, то приятного просмотра. Здравствуйте, Радбек. Какие у вас ожидания от нашего шоу? Вы пацаны? Я же смотрел все ваши выпуски там. Вы же в красивом месте снимали? Чего мы на чердаке делаем? Ну, студия сегодня просто занята, да и тратиться не хотелось. Что? Вы что решили, типа, на мне сэкономить? Тратиться не хотели? Мы на вас сэкономили, когда еще Байзакова отказалась. В смысле? Байзакова? Да, мы хотели ее вместо вас, но у нее слишком большой гонорар оказался. А вы согласились сняться у нас за саркут? Вы что гоните? Вы после этого хотите меня еще снимать? Ну, не пиздец, конечно, желание есть. Ну, надо. Бля, знаете что? Идите нахуй с такими отношениями. Здравствуйте, Радбек. Рады ли вы принять участие в нашем шоу? Здравствуйте. Я думаю, все будет по кайфу. Пойдемте снимать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Радбек, знаете, я посмотрел ваши анализы. Я и не думал, что лично столкнусь с этой болезнью. Не томите, доктор. Говорите быстрее. Я сам о ней читал только в книгах. Она встречается, ну, не знаю, раз в тысячи лет. Дело в том, что вам больше нельзя дрочить. Что? Нельзя дрочить. У вас смертельная болезнь. Один раз подрочите, и вы умрете. Вы серьезно? Абсолютно серьезно. Да блин, доктор, это же легкотня. Я думаю, что-то серьезное. Там, от сладкого отказаться, мясо больше не кушать. А оказывается, просто нельзя теребанкать. Слушайте, ну, мне нравится ваш настрой. Спасибо, доктор. Значит, будете жить. Спасибо. Да, главное, не... Без теребанка. Да. Спасибо. Ну что, теперь я посмотрю. Блин, нужно что-то делать. Алло, Аселя, как дела? А, ты занята? Ты замуж вышла? Твои детей? Классно, поздравляю. Алло, Зариночка, что, подедешь ко мне? А, братан, прости. Ты переехала в Камбоджи? А получается, в течение 20 минут ты не сможешь, да, приехать? Попала в аварию, сломала две ноги. А руки целые? Блин, что делать-то? Остался последний вариант. Все это не то. Все это не так должно быть. Тебе не понравилось? Дело вообще не в тебе. Это просто... Это не то, что мне нужно. Что случилось? Ничего не случилось. Сатя, у тебя есть подруги? С такими крепкими ладошками? Нет. Пока. Доктор, я думал, это легко. Казалось бы, просто не дрочить. Очень сложно. Но вам нужно перетерпеть. Вы справитесь, Радбек. Может, есть какие-нибудь лекарства? Это плечайшая болезнь на земле. Естественно, нет никаких лекарств. Я посоветовался с более опытными коллегами, и у нас для вас есть два решения. Одно сложное, второе, ну, более легкое, что ли. А какое сложное? Отрезать вам член. А какое легкое? Отрезать вам руки. Блядь! Вообще не оставайтесь один в помещении. Обратите внимание на свои походы в туалет и в душ. Особенно в душ. Одно неловкое движение и смерть. Поэтому, Радбек, ваша жизнь в ваших руках. Какой рукой вы правы? Ваша жизнь в вашей правой руке. Вы справитесь. Я в вас верю. Да! Да! Справимся! Идите. Не дрочите, я вас умоляю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Алло, доктор, здравствуйте. У меня вот такой вопрос созрел. Если не я сам, а кто-то за меня, нельзя? Спасибо. Ладно, до свидания. Блин, Чина. Походу, так нельзя. Блин, ну есть что, я готов был. Ты же понимаешь. Спасибо, брат. Запомни, бро. Давай. Эээ, парень, не глупи. Стойте там. Мне пофигу. Я сделаю это. Нет, 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 парень. Я тебя очень сильно прошу. Медленно высуни ладонь. Положи ее на землю и прийти к нам. Да это не жизнь. Это сплошное мучение. Подумай о себе. Ты молод. Я тебя очень прошу. Медленно высуни ладонь. Пойдем к нам. Пойдем к нам, дружище. Ну как общались? Нет, нет, как соседи на лесу и площадке пересекались. Последний раз увидел в дворе возле вот магазина. Молодой человек. Я так понимаю, вы друг Радбека? Да. Мои соболезнования. Подождите, подождите. Мы обнаружили его здесь, в ванной. Вы можете с ним попрощаться. Держитесь. Но мне кажется, он ушел счастливо. Как я рад вас видеть. Сколько лет не видел? Я так школу не видел. Очень долго. Не виделся в школу. Эй, подождите. По-моему, Радзи даже на выпускной не пришел, да? Ты ходишь, что ли? А ты бухой был, был же. Он же был, был в козетке. Слушайте, а где Радбек? Короче, пацаны, Радбек едет. Но есть новость. Он будет не один, а с девушкой. Бег с девушкой? Никогда же он с девчонками не мутил. Ты что? Вот поэтому, пацаны, я предлагаю на него особо не давить. Наоборот, поддержать. Похвалите. Конечно, брат. На плащу. Давайте со встречи. Ура! Да. Один с тым. Салам, пацаны. Я не один, я со своей дамой. Наслышаный, наслышаный. Давай знакомься. Да, маврегини. Молодец, че. Знакомьтесь, это Адаля. Привет. Здрасте. Привет, Адаля. Адаля, рассказывай, чем занимаешься? Она работает в салоне. Да. А может, Адаля сама расскажет, чем занимаешься? Она просто неразговорчивая и очень стеснительная. Вы заметили. Могу сам рассказать. Адаля сейчас в инстаграме занимается шугарингом. Получается, бреет через 100 рублей. Ебать, он вообще с ума сошел. Он спятил, брат, спятил. Ты видел, с кем он пришел, а? Я в шоке вообще, с кем он пришел. Резиновая баба, братан. Херня резиновая баба. Это же моя бывшая. Че? Брат, она жесткая шлюха. Она со всем районом чпяхалась. Мы из-за этого с ней расстались. С Мирданов, Сайбой, со всем подъездным. Ты че, серьезно, братан? Конечно, серьезно. Ладно, пойдем зайдем, а то неудобно. Столько лет не виделись. Прикольно. Радбек, будешь виски? Ты же после меня не брезгаешь? Нет. Давайте выпьем, давно не виделись. Со встречи все-таки. Соскучился по всему. Я, по идее, не пью, но... Они вообще эти оба с ума сошли. Что Радбек, что Райся. А Райся здесь при чем, брат? Радбек, понятное дело, вообще с ума сошел. С резиновой бабой пришел, блин. А Райся утверждает, что она его бывшая. Что-то со всем районом там переспала. С Сайбой, Смирданом, блин. Вообще долбанулся. И что, получается, она ебется, да? Что? Походу, с Радбеком у них не серьезный, брат. Вариант, походу, залететь. Ладно, брат, пойдем. И прикинь, этот небес заходит в казарму и себя же ведром обливает. Я стал в шоке, когда услышал этот анекдот. Вообще классный анекдот. Реально классный анекдот. Чего? Пойдем пообщаемся? Давай, пойдем. Пойдем. Чем, пойдем. Хорошо? Какая классная. Чина, ты что ебать попутал? Это же моя девушка. Ты что катишь к ней? Что ты напрягаешься? Если бы она была против, она сама сказала. Я же тебе сказал, что она неразговорчивая, скромная, классная, великолепная дама. Давай, давай, ладно. Что, пойдем? Ты что, нормально же сидели, Чина? Давай, брат, пойдем. Что, я понял? Что, я нормально? А где Адаля? А? Ну, не знаю. Брат, ты что творишь? Брат, ты не подумай, я просто номер взял, чтобы там созвониться по работе и все. Это моя телка. Слышь, Радбей, ты за языком следей-то не телка, а девушка, да? Эй, Аленур, не встревай так-то, мы общались, если что, да? Эй, ты только что говорил, что она шлюха, кончена, а сейчас, а? Ах ты, я лично так не считаю. Эй, вообще успокойся, со мной поездишь. Эй, я и ванюш, пацаны. Стой, 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 стой! Вы что, пацаны, из-за девушки хотите поругаться здесь? Как вам не стыдно? Я вас так люблю с первого класса. Посмотрите на себя. Ай-ай-ай. Сказали бы, у нее есть офигенные подруги, лошмейкеры. В школе есть очередь там. Да что хочешь вообще, ты что? А это мы все стоим, вообще за это не переживай, все родные мои пацаны. Салам, пацаны, извините, опоздал. О-о-о-о! О-о-о! Салам, брат! Садись, брат! Это что такое? Это наши подруги, знакомые, это Карина, вот Азиза, вот Алтыша, знакомься, брат. Мужики, вы что, совсем долбанулись? В смысле? Правильно мне мама говорила, не общайся с ними в школе. Ебнутые они какие-то. Бля, бля. Бола, Бола, Бола! Болосик, ну ты, Бола! Что с ними стало? Мне совсем с ума сошел. Боже, он просыпается! Он просыпается! Ты в больнице. В больнице? Ты упал с крыши, когда пытался поправить антенну. Как меня зовут? Радбек, дело в том, что вы сильно ударились головой, и у вас амнезия. Амнезия? Боже мой, я так переживала. Я так рада, что ты очнулся. Ты моя жена. Нет, глупенький, я твоя подруга, а жена придет с минуты на минуту. Где она? О, ты мой дорогой, дорогой! Ты очнулся, наконец-то! Я так рада! Ебать, мужик, ты кто? Это я, твоя жена? Ты меня не узнаешь? Почему он меня не узнает, а? У него амнезия. В его случаях такое бывает. Моя жена? Да, любимый. Это я. А почему так получилось? Потому что ты моя жена. Как, почему? Ты влюбился в меня с первого взгляда. Ты что, забыл? А ты не пиздишь? Фу, дорогой, ты почему материшься? Ты же ведь обычно пиздец, да хуя, очень вежливый. Ты же само материшься. Ой, блядь, я там матерюсь каждый ебучий день. А ты себе такого не позволял? Или что, можешь себе пизды-то, как в прошлый раз, а, что ты не матерился? А, блядь? Все будет хорошо, Котик. Все будет нормально. Вы что, давно были вместе? Со школой еще. А какая ты была в школе? В школе я была, ну, совсем другая. А, вот она. Красивее была, да? Такая же. Ой, спасибо большое, Радмик. Ты такой милый оказывается. Кстати, тебе сработать, Ваниля? Я еще и работаю. Ты работаешь в одной крупной компании по производству порнофильмов. Я что, порнухи снимаюсь? Ты? Ой, нет, ай, ты световик там. Ух, бля. А я вот актриса. Че? Угу. Да. Каждый божий день. О, извини. Это, это у меня с пищеварением проблемы. Это после того случая, когда я через границу наркотики перевозила в животе. И там пакетик лопнул, и, в общем, с тех пор у меня проблемы с животом. Ты еще наркотики толкаешь. Ой, Радбик, какого ты мнения обо мне, а? Просто стыд. Просто перевожу их, и все. За кого ты вообще мне принимаешь, Радбик? Сумасшедший вообще. После того раза я тебя очень долго не видела. Ты перестал общаться с друзьями. Да и вообще, если честно, как ты связался с ней, так сильно изменился. Да, я это чувствовал внутри. А я ведь была влюблена в тебя. А почему ты не говорила об этом? Да я постоянно тебе об этом говорила. Я даже несколько раз намекала подняться ко мне. А я что? Ну, а ты отказывал. Говорил, что она в постели, лучшая женщина в мире, и ко мне подниматься просто смысла нет. Фу, бля. Может, может, прямо сейчас поедем и справимся? Ты и я. Ну, нет. Ты сейчас не очень. А вот раньше ты был такой классный. Раньше? Да. У меня даже фотография сохранилась. Вот. Ебать, а красиво. А что со мной стало? Это она заставила тебя сделать пластическую операцию. Укоротить рост. Чтобы на твоем фоне она была красивее. Ну, ты не расстраивайся. Ты мне так много раз отказывал, что я теперь по девочкам. Что за хуйня? Ты мне? Э, отнимись на крыше, посмотри, походу, антенна сломалась. На хуйня. На хуйня. На хуйня. На хуйня. Сука, бля. Сынок, стой. Не делай этого. Папа? Да. Да, ты просто ничего не помнишь. Мы с папой очень любим тебя. Мы с папой? Да. Да, сынок, мы любим тебя. И друг друга. У меня две папы. Да, да, да. Мы любим тебя. Боже мой, он просыпается. Боже мой, он просыпается. Где, как меня зовут? А, очередной выпуск закончился. Как вам, а? Ну, если честно, так себе. Айжан Байзакова не приехал, и у меня секса не было. Так, подождите. Про секс с Байзаковой это же мой текст. И мой. Зимой. Мой тоже. Давайте каждый свой текст будет говорить, окей? Как вам выпуск? Если честно, классная серия. Даже Радбек приехал. И я наконец-то потрахался. Подождите, а вот это уже мой текст? И мой. И мой? Подождите, давайте каждый свой текст будет говорить. А то уже бесите. Особенно этот русский пидорок. А, я тоже не свой текст начал говорить. В общем, давайте так. Пусть люди в комментариях напишут, знаете что? Они же это все летом снимали. А мы все равно их попросим написать, кого звать следующего. Редактор субтитров. Ай, бля! Ай, сука! Ай, ай, бля! Ай, ай, бля! Ай! Ай! Ай, бля! Я не знаю, не знаю. Ай. Скою, а сангеру. Ай. Скою. Я не знаю, бля! Ай, бля! Ай, бля! Ай, бля! Бля, бля! Ну, глядь, хороший, сядьте, ё-моё, глядь, как хорошенько стоять. Э, режиссёр, глядь. Ля, рука затекла, глядя. Стопуйтесь, сын. Э, режиссёр, стоп. Э, специально штуки делаю. Блядь, челюсти мне не... Э, челюсти мне не... Э, зайбали, убираете, что ли, нахуй? Чё за пыльня, ёбаный, урод, блядь.